Приветствую. Меня зовут Константин Игначук. И если вы смотрите это видео, значит вы на ютюбе телеканала ICTV. Здесь много информационных сюжетов и программ, аналитики и интервью. Подписывайтесь на наш телеканал, ставьте лайки и не забудьте оставлять комментарии под нашими сюжетами. Мой сегодняшний гость Михаил Самусь. Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Мы поговорим о том, зачем Путин собирал саммит Организации договора коллективной безопасности, а также что нас ждет в затяжной фазе войны. Но вначале мы обсудим эвакуацию защитников Азовстали. Итак, Михаил, давайте вот с чего начнем. Сейчас проходит процесс эвакуации с Азовстали. 52 раненых, тяжелораненых вывезли в Новоазовск. И еще 210 бойцов в Оленевку. И это территории подконтрольной России. Правильно ли я понимаю, что это сдача в плен? Ну, насколько я понимаю, из тех сообщений, которые были, скажем так, опубликованы или заявлены Министерством обороны Украины и Главным управлением разведки и президентом Украины, то были какие-то договоренности с российской стороной, которые позволяют говорить о обмене, планируемом обмене защитников Азовстали, защитников Мариуполя на российских пленных. То есть фактически сейчас тяжело говорить, какие были договоренности, тем более, что в Госдуме появились какие-то законопроекты, в которых говорится о том, что будет принято или постановление, или обращение, еще непонятно что, но запрещающее менять защитников Мариуполя на российских военнопленных. Здесь статус для меня пока нечеткий, но я думаю, что украинская сторона, те акторы, те участники со стороны Украины, которые принимали участие в этих переговорах, я думаю, там было участие международных организаций, возможно, и третьих стран, и поэтому я думаю, что здесь все-таки есть договоренности, которые позволят реализовать операцию по спасению защитников Мариуполя. Есть ли какие-то гарантии того, что Россия не обманет, и эти бойцы будут обменены в конечном итоге? К сожалению, я бы не говорил о каких-либо гарантиях, потому что с Россией невозможно заключать какие-то договора. Здесь постоянно идет риск. Мы знаем об этом с нашей длинной истории, тысячелетней. Мы знаем это из последних случаев, например, в Иловайском, когда тоже были договоренности, но это известный случай. Неизвестных случаев, я думаю, что масса, когда Россия использует такие ситуации для того, чтобы как раз получать свои дивиденды. К сожалению, всегда украинская сторона надеется на порядочность, но я думаю, здесь вообще не должно быть никаких иллюзий. В любую секунду, в любой момент Россия может сделать так, чтобы поставить противника в неудобное и, может быть, даже очень плохое положение, и этим воспользоваться на переговорах или для достижения своих каких-то военных, политических, геополитических целей. На днях в Москве проходил саммит организации договора коллективной безопасности, такой российский аналог НАТО. Какие цели преследовал этот саммит, и были ли эти цели достигнуты? Ну, официально, как бы официальным поводом было 30-летие организации. Подписан был тогда так называемый Ташкентский пакт. Действительно, это все делалось и тогда, и сейчас делается в пику НАТО, создавая такое себе продолжение Варшавского договора, зеркальное отображение сил НАТО. Единственным случаем, когда ОДКБ было применено, это как раз был, как это ни парадоксально, 22-й год в Казахстане, в Алма-Аты, когда было такое демонстрационное использование ОДКБ. В основном это были российские войска, но там участвовали и какие-то маленькие подразделения других стран ОДКБ Киргизстана, Армении, если не ошибаюсь. Ну, и Казахстан сам по себе является членом ОДКБ, поэтому как бы все это проходило вот на том пространстве, которое официально можно говорить о пространстве этой организации. ОДКБ постоянно пыталось обрести какие-то официальные черты признания со стороны ООН, со стороны НАТО, со стороны ОБСЕ, пытаясь даже предоставить им какое-то право проведения миротворческих операций под эгидой этих организаций. Пока ничего этого не достигнуто, то есть все эти как бы миротворческие операции, но на самом деле это обычные военные операции или операции специальные для достижения определенных целей Москвы, они проводились исключительно под эгидой Кремля и больше никого. Ну, то, что страны ОДКБ позволяли это делать у себя на территории, это действительно просто демонстрирует статус этих стран с точки зрения их зависимости от Москвы. Вот этот конкретный саммит, конечно же, проходил под знаком широкомасштабной войны России против Украины. России, очевидно, нужны союзники сейчас. Мы помним, что в марте, сразу после начала широкомасштабного наступления и провала полного этого наступления, Москва обращалась и в Африку, и на Ближний Восток, и в разные страны, в Латинскую Америку, по-моему, для того, чтобы какие-то страны предоставили им дополнительные контингенты для выполнения задач на территории Украины в ходе войны против украинского народа. Ничего не получилось, судя по всему. То есть те какие-то пропагандистские вещи, которые, можем говорить, что какие-то люди Сирии или других стран попадали на территорию Украины, это все единичные случаи. Не было никакого массовой помощи со стороны других стран, в том числе и со стороны союзников. Даже Беларусь, несмотря на то, что она является полноценным участником агрессии против Украины российской, потому что с ее территории наносились ракетные удары, наносятся, перебрасывались десанты, используя силы специальных операций, все же именно белорусские войска они официально не используются. Хотя я не исключаю, что силы специальных операций Беларуси и десантные войска, возможно, какие-то группы и участвовали под прикрытием российских войск, для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы поучаствовать в этих операциях. Возможно, спецслужбы белорусские участвовали, однако официально Беларусь не участвовала, точно так же, как и другие союзники по ДКБ, российские союзники по ДКБ. Поэтому я уверен, что на этом саммите Путин пытался надавить на участников ДКБ, для того, чтобы они начали участвовать более активно, возможно, предоставить свои войска, возможно, каким-то другим образом. Но, видимо, ничего не получилось. Все нашли причины для того, чтобы отказаться. В Таджикистане свои какие-то проблемы с Афганистаном. Это очевидно, что там будет напряжение нарастать. Казахстан тоже не всегда в восторге, или, вернее, всегда не в восторге от предложений России поучаствовать в каких-то своих авантюрах. Позиция Лукашенко известна. Он всеми силами будет пытаться сейчас избежать возможности втягивания его в войну, для того, чтобы в случае чего продемонстрировать то, что он совершенно не хотел участвовать в войне, что его заставили. Но свои войска он так и не направил, поэтому может рассчитывать на какое-то снисхождение, когда будет происходить международный суд над военными преступниками и над эгрессорами. Судя по результатам, не удалось Путину вдохнуть новую жизнь в эту организацию. Даже была странная идея такая, очень парадоксальная, чтобы СНГ стала наблюдателем ДКБ и таким образом, каким-то чудесным образом поднять авторитет этой организации, может быть, расширить участников и так далее. То есть те же самые участники друг у друга будут наблюдателями и таким образом накручивать популярность. Ну, не знаю. То есть пытаются каким-то образом, любым образом поднять авторитет, эффективность и так далее, втянуть побольше стран своих сателлитов, но пока не получается. То есть я считаю, что саммит полностью провален. А вот как одна из версий звучала, это то, что Россия хотела добиться от партнеров по ДКБ, чтобы те производили новейшее высокоточное оружие, так как Россия сама этого сейчас делать не может, ибо под санкциями. Вообще это реально, чтобы высокоточное оружие производилось в Казахстане, Армении или Таджикистане. Нет, конечно, у них нет таких возможностей. Наоборот, все эти страны, они являются участниками каких-то проектов, и они покупали оружие. Та же Армения покупала, вернее, Армения получала бесплатно. Фактически это Азербайджан покупал оружие. То есть Россия поставляла оружие и одной, и другой стороне Нагорно-Карбасского конфликта. Точно так же Казахстан, точно так же и другие страны. Единственная страна, которая могла бы что-то произвести, это Беларусь. У нее есть свои наработки, у нее есть свой комплекс совместный с Китаем Полонез, который можно сравнивать где-то с ОТРК Искандер по дальности, по возможностям. Но, опять же, это китайская система, то есть здесь Беларусь не имеет права передавать какие-то технологии России без разрешения Китая. Такое ощущение, что Китай не очень стремится к этому. Поэтому, возможно, Россия хотела бы не то, чтобы обеспечить производство этой техники на территории стран УДКБ, но каким-то образом легализовать поставки комплектующих, например, из стран Запада или из других стран, которые сейчас прекратили поставки товаров двойного назначения, военного назначения, для того, чтобы через эти стран легализовать всю эту систему поставок для производства высокоточного оружия. И не только высокоточного, дело в том, что и российские танки также оснащались французскими матрицами для приборов ночного видения. Беспилотники – это вообще полная, собирались или из израильских компонентов, как Форпост, например, или Орлан – это набор компонентов из разных стран Запада. Поэтому, возможно, через Казахстан или Армению можно было бы какие-то поставки организовать. Но я думаю, что не так глупы французы или немцы, или израильтяне, чтобы через Казахстан поставлять те же компоненты в России. Они все прекрасно понимают, они хотели бы участвовать в этих грязных делах. Как вы считаете, за последний месяц, что можно назвать самым крупным поражением российских войск в этой войне? Ну, за последний месяц, в принципе, я не могу назвать каких-то достижений России особых. Были попытки прорыва. В принципе, последний месяц – это вот этот второй этап, это большая битва за Донбасс. То есть первый месяц, мы говорили, провал первого этапа, первоначального плана. Потом было бедство из Киевской области, Черниговской, Сумской. Сейчас полный провал по трем вот этим радиусам охвата, если можно говорить. Первый радиус – это Харьков-Запорожье. Второй радиус – Изюм-Уляй-Поле. И третий радиус – это Северодонецк-Попасное. Так вот, первых два радиуса уже, фактически, можно сказать, они полностью провалены. И третий радиус находится в состоянии, когда Россия бросает все свои силы, пытаясь все-таки решить этот вопрос. Но я думаю, что последнюю неделю они пытаются, и дальше будет завершение второго этапа и постепенный переход к третьему этапу, который будет заключаться все-таки в попытках зафиксировать убытки и попытаться выйти из конфликта, как они это делали, в том числе и в 2014-2015 годах. К сожалению, вот к первому вопросу вашему, по поводу Мариуполя, они могут использовать жизни наших защитников, именно как в сентябре, в августе-сентябре 2014 года и в феврале 2015 года и в Лавайск-Дебальцево, когда они фактически брали в заложники украинских воинов и потом усаживали украинскую сторону за стол переговоров, пытаясь достичь каких-то соглашений, которые бы устроили Россию. В последние дни Россия обстреливает со своей территории Сумскую область и вот последнее, что стало известно, что в Шосткинском районе пытались перейти границу и штурмовать украинские оппозиции. Это что вообще такое? Это какое-то открытие нового направления атаки? Я думаю, что это попытки растянуть украинские войска, потому что еще со времени первого этапа, когда Беларусь пыталась демонстрировать готовность к вступлению в бой где-то в районе Волыни, то есть туда на запад, это были попытки растянуть на сотни-сотни километров украинские войска. Это очень тяжело, когда ты видишь там несколько сотен километров фронт, и ты должен как-то распределить свои силы. А есть еще очень интенсивные участки, где нужна как раз концентрация сил. То есть это попытка, очевидно, растянуть силы, оттянуть от Харьковского направления, замедлить наступление, где украинские войска успешно выполняют свою задачу по деоккупации Харьковской области. Также оттянуть украинские войска от направлений на Донбассе, потому что у них там подвисла, нависла опасность над группировкой в Изюме, и других направлениях. Поэтому я думаю, что это попытки как раз оттянуть, продемонстрировать готовность, например, опять начать наступление. Но я думаю, это все-таки такие беспокоящие действия, которые потребуют украинской стороны держать на этом направлении больше войск, таким образом оттягивая украинские войска от нужных, важных направлений. Недавно министр обороны Украины Резников заявил, что мы входим в долгосрочную фазу войны. Могли бы Вы объяснить, что такое долгосрочная фаза? Это сколько времени? Что будет происходить? Где? Это вот тот третий этап, о котором я говорил. То есть Путин будет пытаться зафиксировать свои убытки, но, естественно, показать, что это вовсе не убытки, а очень даже неплохие результаты, что Песков там буквально, я не знаю, сегодня, вчера, опять сказал, что спецвоенная операция идет по плану. То есть они пытаются в своей пропаганде убеждать своих сограждан, что все отлично, что генералы и военные выполняют все свои задачи с высочайшим результатом, и все это было ранее запланировано. То есть они попытаются заявить, видимо, что их задачей было все-таки вот только так называемое ДНР-ЛНР, но так как удалось еще и денацифицировать юг, им, конечно же, очень обязательно нужно будет проводить еще операцию в районе Николаева Одессы, остров Змеиный Приднестровья, то есть вот этот вот комплекс в направлении операций и ударов, и, конечно же, они попытаются выйти на административную границу в Донецкой области, в Луганской области, и заявить, что вот здесь вот они могут попытаться начать переговоры. Опять же, остается для меня неопределенный фактор Мариуполя-Азовстали, до какой степени Россия доведет эту ситуацию, до какого напряжения. Я думаю, что они попытаются использовать это как раз для того, чтобы принуждать Украину к переговорам на своих условиях. И вот этот вот третий этап, он может быть длинный и будет зависеть от успешности действий украинской стороны. То есть если Россия будет пытаться перевести это в такой вот замороженный конфликт, как у нас был после 2015 года, когда как бы идет какая-то позиционная вот такая война, существуют какие-то договоренности, в принципе, для России эта ситуация будет идеальной, потому что украинская, вот если вот даже в таком, в такой конфигурации будут оккупированы территории, для Украины это будет абсолютно критический удар по экономике, то есть у нас мы находимся в морской блокаде, у нас отрезаны сельхозяйственные регионы Херсонской области, у нас огромная проблема с инфраструктурой, Россия может еще и наносить ракетные удары, вот как сегодня, например, вчера и так далее, по тем объектам, которые они вот сегодня захотят уничтожить. Это может касаться и поставок энергоносителей, топлива, или уничтожения логистических коммуникаций по как раз экспорту из Украины тех продуктов, которые позволяли нам зарабатывать деньги, потому что нам нужно зарабатывать деньги. Поэтому все будет зависеть дальше от действий украинской стороны. Вот эта вот длительность теперь находится на стороне Украины.